Слушайте, друзья, все-таки в удивительное время мы с вами живем и находите время цинизма, время наплевательского отношения к людям, время правового беспредела. Последние пару дней просто нам показали, что законом в нашей стране можно не только пренебрегать, но иногда, в некоторых случаях, когда кому-то оттуда очень сильно надо, законом можно даже потереться. Буквально вчера мы с вами обсуждали одну очень интересную историю, когда в отношении главного оппонента режима, в отношении Навального, по инициативе, я так подозреваю, оттуда, решили заменить его условный срок на реальный. Просто так, без объяснения причин, без объявления войны, что называется, пытались постебаться на эту тему. Потому что, на самом деле, объяснения в СИН дал какие-то очень-очень невразумительные, хотя, в конце концов, да, это поняли, по-моему, и там, те заказчики, потому что Песков что-то там вышел к народу, начал отмораживаться, объясняться. В общем, быстро все отыграли взад, и вроде бы, да, победа, но недолго музыка играла, недолго, как говорится, прайор танцевал. Уже к вечеру стало известно, что Следственный комитет в отношении того же Навального возбудил новое уголовное дело, на сей раз по статье «Мошенничество». И вот тут вот, я даже не знаю, как это комментировать, рассказываю суть, что там за дело, в чем человек обвиняется, да, в чем вообще беспредел наблюдается в данном случае. Дело в том, что мы все знаем, кто следит за деятельностью Навального, и я в том числе, человек собирает донаты в интернете, донаты на поддержание своих каких-то проектов, в частности, ФБК, и не только ФБК, у него огромное количество проектов в интернете. Вот на их развитие, на их поддержку и бла-бла-бла, по версии Следственного комитета, вот эти вот деньги, вот эти вот донаты, он собирал с людей, а потом куда-то не туда тратил, там, на себя, еще куда-то. Ну, не знаю, конкретных фактов они не предоставляют, хотя, с другой стороны, я и не понимаю, как они могли он и факт установить, вот он и обстоятельства, по одной простой причине. Еще раз повторюсь, я слежу за деятельностью Навального, я ни разу не видел, чтобы он собирал деньги вот так вот адресно, ну, там, за исключением каких-то редких случаев, когда они на штрафы собирали, но так вот, чтобы он сказал, вот, собираем на памятник лошади Чапаеву в Самаре, например. Но такого не было ни разу, как правило, человек собирает пожертвования, ну, вот именно вот с такой целью, что на развитие, на поддержку нашего там фонда борьбы с коррупцией и бла-бла-бла. Поэтому тут возникают, разумеется, вопросы, но самый главный вопрос, который меня волнует, да, этот немаловажный фактор, на самом деле, что такое донаты. Донаты это добровольные пожертвования, то есть люди жертвовали эти деньги добровольно, и второе, люди жертвовали эти деньги, ну, как правило, анонимно. То есть, во всей этой истории, получается, нет потерпевших. Нет потерпевших. А коль скоро нет потерпевших, то, простите, в отношении кого совершено правонарушение? На ком основании возбуждено уголовное дело? Вы знаете, я думал, я видел все, вот, лет 10 назад, наверное. Я наблюдал нечто похожее в Краснодарском краевом суде, куда меня пригласили для освещения тоже вот этого вот бредового процесса, когда человека обвинили, внимание, в даче взятки неустановленному лицу. Можете себе представить, кому-то дал взятку, ну, кому хрен его знает. Тем не менее, человека признали виновным, и даже, по-моему, посадили, могу ошибаться, но с Навальным сейчас происходит то же самое. То есть, кого-то ограбил, чьи-то деньги украл, но чьи хрен его знает, тем не менее, дело заведено. Хотя, о чем я говорю, мы же в России живем. А в России, в принципе, как показывает практика, уже и уголовные дела можно клепать, вот, стряпать. Просто так, не отходя от кассы, без объяснения на то, каких-либо причин. Сейчас даже не нужно подбрасывать наркотики, как было когда-то, да, потенциальной жертве. Достаточно возбудить дело с формулировкой, потому что гладиолусы вперед с песней. Ну, повторюсь, да, это не добавляет авторитета ни нашей стране, ни нашему государству. Наоборот, авторитет только падает. И я думаю, что те люди, которые инициировали вот этот вот бред, их авторитет в первую очередь упадет в глазах мировой общественности, потому что они действуют как беспредельщики. А кто с беспредельщиками захочет иметь дела? Ведь мы живем не одни в этом мире. Хотя, я думаю, по большому счету им сейчас на это наплевать. Дело тут даже не столько в месте отдельных товарищей, вот этому Навальному. Дело-то, я так понимаю, связано в первую очередь с тем, что 21-й год, он год выборный. А у Навального, если кто не в курсе, могу вот ошибиться, но, по-моему, чуть ли не сегодня заканчивается вот этот вот условный срок, и все. Он может лететь, да, в родной дом с изым голубем или там белым голубем, не знаю. То есть, грубо говоря, все, срок заканчивается, и больше его ничего не держит. Он спокойно может идти и баллотироваться. В качестве кандидатов депутаты государственной думают, что это значит. А это значит, что он тебе выбор 100 пудняк выиграет. А это значит, что он мало того, что он станет депутатом и будет канифолить мозги режиму еще больше, у него уже будет неприкосновенность. И вот этого никому не хочется. Ну, и, видимо, под это дело просто вот данную головку и состряпали. Причем состряпали, как обычно в России все делается наспех, безграмотно. Видимо, вчера, когда поняли, что вот эта вот история сделать из условной статьи реальную, превратить ее в реальную отсытку не получится. Видимо, просто дали команду, давайте срочно что-то придумать. Вот придумали. Ну, и получилось, как обычно. Опять глупо, нелепо, по-идиотски, по-дурацки. А самое главное, по-хамски, причем не только по отношению к Навальному, по-хамски по отношению ко всем нам. Нам продемонстрировали, что закона нет. Вот это вот печально. Ладно, увидимся завтра в реальной журналистике. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok